Рекомендую посетить канал Северный Ченнел Здесь вы найдете множество размышлений на тему того, какие устарелые ценности приняты в нашем обществе Жизненные истории, а также рубрику Бодрый вечер, в котором автор этого канала рекомендует вам Хорошие, качественные, старые фильмы, за просмотром которых вы не пожалеете своего времени В общем-то рекомендую посетить этот канал и подписаться Ссылку вы найдете в описании Приветствую и друзья, меня зовут Сергей Лав И это анонс обновления, который будет в этот четверг в Робокрафте Мы рассмотрим то, что будет уже 100% и посмотрим то, что вероятно будет в этом обновлении Да, разработчики размазывают анонсы, как могут Это очень неудобно, но я думаю уже где-то половина, а то и больше половины уже ясно, что будет Мы это рассмотрим, ну а все остальное мы посмотрим, когда непосредственно выйдет патч И начнем мы с последней новости, которую разработчики выложили Это новый вид блоков Точнее, это чуть-чуть видоизмененный старый вид блоков То есть это палочки, только утолщенные и удекоративленные, скажем так То есть вы видите, сердечники в этих штуках вот имеют именно форму именно этих палок Вот, чем же они отличаются, кроме внешнего вида Это то, что, во-первых, они занимают в 3 раза больше CPU и в 15 раз тяжелее То есть эта штука, ну вообще не для воздуха Но, я думаю, это будет очень интересно для декора Потому что у нас таких форм нету и в какой-то степени это новое слово Хотя оно уже не столь весомое, как какое-то другое И, ну да ладно, это очень хорошо Единственное, что будет очень странно, если крепиться они будут только вот этим вот черным сердечником А вот эти уголки по бокам не будут создавать какого-либо крепления Это будет очень отстойно, это да, это странно, но мы знаем, что фриджемы могут принимать очень странное решение Вот, дальше идем Это фича, которую на самом деле я слышал запросы этой фичи, наверное, года 3, что я нахожусь в игре Это центр масс, ребята, да Наконец-то совершилось чудо и, строя какой-то воздух, ну может быть и наземку Вы получите возможность видеть, где же находится центр вашего крафта по весу Чтобы лучше его сбалансировать По-моему, это классно, шикарно и, наконец-то, совершилось Помимо этого, на самом деле в игре появятся еще и индикаторы Которые будут показывать максимально, точнее, ваше текущее здоровье Текущий объем щитов и, собственно, массу Также и в пересчете на среднее количество за ЦПУ Показатели, опять же, в принципе, полезны, интересны Не сказать, что это уже прям что-то такое вау и прям жизненно необходимо Но, в принципе, почему бы и нет Также надо учитывать, что эту штуку где-то здесь было, да Надо, ребят, внимание, будет включить в настройках Очень странное решение, как раз таки о чем я говорил Не сделать эту информацию включенной по умолчанию Хотя, возможно, это касается непосредственно старых игроков То есть, кто будет регистрироваться в игре после этого обновления Возможно, у них будет включено это по умолчанию Вот, ну да ладно Ну да хрен с ним, давайте посмотрим на итоги третьего голосования в Робокрафте Потому что, я думаю, отсюда тоже можно вычленить очень много информации Касаемо того, что может быть в текущем обновлении В грядущем Мы посмотрим на верхние 4 пункта По крайней мере, 1, 2, а то, может быть, и 3 отсюда точно попадет Вот Верхним вариантом здесь оказываются спринтерские ноги С одной точкой крепления Ну, по крайней мере, чего я ожидаю от подобного названия Это то, что эти ноги будут быстро сами по себе И иметь возможность на шифт ускоряться Ну, вместо возможности прыгать или цепляться к скалам И это однозначно хорошо Потому что, сколько я в игре не был Я всегда сетовал на то, что игре не хватает динамики Как динамики перемещений, так и динамики убийства Именно поэтому опытные игроки, прошаренные, как правило, предпочитают воздух Потому что там есть и динамика, и смертоносность Но разработчики ориентируются на целевую аудиторию Которая не может в быстрые шутеры Поэтому имеем, что имеем Но в любом случае, если у нас будет еще один Очень хороший, качественный метод передвижения для наших крафтов Который будет быстрее Или хотя бы одним из самых быстрых Это будет однозначно плюс Вторым вариантом является добавить новую земную карту в остальные режимы Ну, или карту в стилистике земли Зеркальным вариантом является добавить марсокарту в TeamDevMatch режим Что хочется здесь сказать Конечно, для меня основным режимом является TDM И мне бы хотелось в нем увидеть хотя бы одну-две карты Потому что одна карта-то, ну, совсем плохо Но большинство игроков все-таки играет в другие режимы Поэтому, ну, как бы с большинством не спорят И, ну, имеет смысл ждать добавления новой карты в другие режимы Дальше, третьим пунктом является дополнительные пропеллеры Ну, точнее, просто пропеллеры Потому что вот это вот то, что сверху крутится Это нифига не пропеллеры, ребята Это роторы, винты и что угодно, только не они А пропеллеры это то, что у самолета на носу находится То есть вот так вот оно крутится Да, и на самом деле это логично было добавить еще два года назад Вместе с крыльями Ну, потому что крылья это тоже части самолета Да, логично Но нет, мы имеем возможность проголосовать за это только сейчас И по факту это чуть-чуть видоизмененные траистеры Ну, потому что вы ставите траистера на свой крафт И он его толкает сзади Ну, если вы сбоку ставите, то сбоку и так далее А пропеллеры вы ставите спереди И он тянет ваш крафт Но, по сути дела, это почти то же самое, что траистер Условно говоря Ну, разве что моделька отличается траистера от паралепипет А это такой будет щит Да, который спереди налепил и молодец Вот, тем не менее, это однозначно здорово, если это добавят Потому что, ну, самолетом на носу явно чего-то не хватает Прям пустота некоторая ощущается Пусть даже декоративная Ну, и четвертый вариант Это добавить маленькую версию пулеметика Не особо интересный вариант Но я подозреваю, почему он вышел в топы Ну, по крайней мере, в 4 В топ-4 зашел Потому что пулемет добавили У аудитории хайп О, пулеметики, пулеметики А стоят они дорого 166 тысяч И как бы не у всех есть деньги, чтобы пощупать данный вид вооружения И понять, что он не шибко-таки такой вот И мега-вау, чтобы с него писать кипятком Но на вот волне хайпа Новички и средний класс Думаю, за это голосовали Чтобы, ну, хоть что-то пощупать пулеметного характера Но, по крайней мере, еще ни одно добавление Смоллор-вершина Никого не особо не заинтересовало И не впечатлило, потому что А нафига оно надо? Потому что ты копишь сразу же на нормальные штуки Чтобы ими пользоваться нормально Но, тем не менее, для новичков и для среднего класса Подобное все-таки полезно И надо учитывать, что такие люди и игроки Тоже есть в игре И им тоже хочется контента Вот, ну, на этом уже все, ребят Пишите комментарии Я, как вы видите, осветил и то, что точно будет И что, вероятно, будет в обновлении Ставьте лайки Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые Ну, а все остальное мы рассмотрим уже, когда Выйдет обновление Что как там будет выглядеть Увидимся